Хватит, долбей стечет. Петь давайте. Нет, не перевелись еще на Руси дураки. О дуракам, как известно, счастье. За горами, за лесами, за широкими морями, в одной абсолютно счастливой деревне дураков полным-полно. Сейчас взяли ледры и воду в колодце считать. А мы пойдем в поле рожь пересчитывать. Деревню эту силами дружного сплоченного коллектива выстроили в Московском художественном театре. В фундамент заложили сказку Ершова «Конек-горбунок». Пьесу по мотивам классики написали лидеры новой драмы, братья Пресняковы. Музыку и тексты песен сочинили Алексей Кортнев и Сергей Чекрыжов. На сцене около 30 молодых артистов МХТ имени Чехова. Из ветеранов только царь Сергей Беляев. Наивный, простодушный, доверчивый, как дитя. В роли спальника Эдуард Чекмазов. В роли Ивана Аркадий Киселев. Конька играет Сергей Медведев. А простую девушку, которая по новому сюжету превращается то в кобылицу, то в царь-девицу, чтобы покорить сердце Ивана, играет Ирина Пегова. В новой версии сказки есть и подводное царство, и небесная канцелярия солнца. Спектакль пластичен, музыкален, сложен в техническом отношении. От сцены к сцене смотрится на одном дыхании. И хотя со времен Ершова конек претерпел значительные метаморфозы, новые мотивы не поменяли основного финала истории. Простодушный мечтатель Иван Дурак все же сядет на трон. А царь вернется с того света и снимет грех с Ивановой души, лично объявив его преемником. А я, как увижу настоящего дурака, тут сведу его в себе во дворец. Один недостаток. Они, когда должность получают, гораздо умнее. О, ну и царь-батюшка мне и не грозит! Идею поставить конька-горбунка на сцене художественного театра давно вынашивал его руководитель Олег Павлович Табаков. А ставить этот масштабный и внушительный спектакль доверил молодому режиссеру Евгению Писареву. Здравствуйте, Женя! Здравствуйте! Вот ваша очередная премьера «Конек-горбунок» на сцене Московского художественного театра в переложении братьев Пресняковых. И он заявлен как спектакль для взрослых и для детей одновременно. Как сделать так, чтобы было интересно и тема другим? Как вы это сделали? Как-то сделали, не знаю, что из этого получилось. Но самое сложное, это действительно, что когда у нас уже под конец работы, у нас было как бы два спектакля. Один был для детей, другой для взрослых. И мы думали, что, наверное, надо утром играть в тех же декорациях, в тех же костюмах, да, и с тем же текстом для детей. А вечером все то же самое для взрослых. То есть текст тот же, но мизан-сцена другая? Ну, мизан-сцена другая, подтексты другие какие-то и так далее. Но это не тот результат, к которому мы стремились. На самом деле, у нас задача была все равно сделать семейный спектакль. Чтобы взрослым нравилось, что показывают им, их детям. А это очень важно, да. А это очень важно, потому что в последнее время, по крайней мере, в театре, все, что выходило для детей, все это было немножко таким, что ли, по какому-то остаточному принципу, немножко второсортным. Это, как правило, были не лучшие. А второсортные для вас это что? Вот какие у вас критерии? Ну, когда к этому не относятся серьезно, что ли, к этому не ставят хорошие режиссеры, не играют лучшие артисты, да, пьесы эти какие-то там, да, ну, то есть это не... Почему возникли братья Пресняковы? Вот кто на сегодняшний день самые модные, там, скажем, авторы, да, современные? Братья Пресняковы. Это что, мой народ? Ну, вот спектакль сложный, музыкальный и насыщенный большим количеством артистов. У вас есть опыт в постановке детских спектаклей, взрослых, конечно, тоже, но такое количество актеров уже приходилось вам обрабатывать? Нет, конечно, и такое количество техники не приходилось обрабатывать, и такое количество музыки, и такое количество световых переходов и так далее, и вообще, как сказать... Страшно было? Ну, как? Я заручился поддержкой, во-первых, Олега Павловича, который во всем помогал, все-таки у меня мощный художник, мощный балетмейстер. Мне кажется, очень важна роль здесь Жени Писарева. Он еще, наверное, будет, и будет, и будет, но вот есть в нем какая-то такая наивная, может быть, светлая радость. Совершенно аналогичное утверждению Андерсона, если помните, он говорил о счастье, что такое счастье? Это вот когда весь мир принадлежит мне, и еще пара коньков придать. А сколько делался спектакль? Ну, мы работали сезон, но репетиционный период, вот мы начали в сентябре, но репетиционный период начался где-то, наверное, с конца ноября. То есть большой, в общем, нормальный такой период. Большой, да, но это всю историю не поднять было бы в репертуарном театре, где артисты параллельно еще играют весь репертуар большой, мхатовский, и много снимаются, много работают еще где-то в репризах. Сейчас все сложнее и сложнее уже в репертуарном театре поставить спектакль, а уж поставить спектакль, в котором 30 человек на сцене и 100 человек обслуживают этот спектакль, это просто, ну, не знаю что. Вот это меня самого больше всего удивляет из того, что у нас получилось. Но чувство удовлетворения у вас уже есть или вы пока еще не видите там конца? Оно появляется в связи с тем, что я вижу реакцию публики и вижу, что то, что мы шли на ощупь, собственно говоря, пытаясь создать вот этот вот так называемый семейный спектакль, то, что мы увидели какие-то счастливые лица и взрослых, и маленьких людей, это как-то вселяет как-то воодушевление и удовлетворение. Когда он раз, два, три, пятнадцать, ножками своим дрыгнет, пять, шесть, восемь, двадцать, прямо до луны, добрый, и другие врата, в деле тридцать, восемь, сорок, двинец, пол, тебе еще сгодится, сто, пятнадцать, двести, тридцать. Братья! Спасибо, братья! Не секрет, что идею поставить конька-горбунка в Амхате вынашивал давно Олег Павлович Табаков. Насколько он участвовал в процессе и насколько он давил своим художественным видением на вас? Не давил, не давил, участвовал очень активно, советовал, что-то приходил, смотрел прогоны, активно участвовал в создании. А вы допускаете, вот, вот, вы впускаете в свою территорию какие-то такие кардинальные изменения, дополнения, уточнения, улучшения? Я прислушиваюсь, да, я прислушиваюсь, я решаю в конечном результате все равно сам, но здесь Олег Павлович Ершовского конька-горбунка знает наизусть, не может вот его ночью разбудить, он может с любого места. И поэтому он хорошо знает материал, поэтому его совет, конечно, был тоже необходим. А потом он, что называется, так не называется, он художественный руководитель и директор театра, но по сути он продюсер этого проекта тоже, да, и продюсер всего, что происходит на сцене МХАТа. Мой отец, его отец, я ее отец, и их всех отец, все так шили, и не теперь наш курятки менять. Евгений Писарев окончил школу-студию МХАТ, был принят в труппы театра имени Пушкина и долгое время пребывал в актерской ипостаси. В 2005 году поставил спектакль одолжите тенора по пьесе современного американского драматурга Кена Людвига. Уважаемые дамы и господа, с прискорбием должен сообщить вам, что величайший тенор нашего времени Тип Томи Релли, который должен был бы спеть на сцене Кливлицкой гран-опера в честь 20-летия нашего театра, к сожалению, не сможет сегодня выступить. Мне бы было честь объявить, что партию от Элла в сегодняшем спектакле исполнит талантливый любитель. Это его дебют на нашей, а впрочем, на любой другой сцене. Вон, мастер, на все губки, по листам, по-моему, всем бочкам затычка, наш несравненный в акции. Ну что звучит? Спектакль сразу стал хитом, а на молодого, фонтанирующего идеями режиссера посыпались престижные приглашения, в том числе из Московского художественного театра. На сцене МХТ Писарев выпустил еще одну комедию положений «Примадонны» по пьесе все того же Людвига. И вновь публика брала театр штурмом. Ваше имя стало очень хорошо известно после «Одолжите тенора», который вы поставили в театре Пушкина. Значит, это была пьеса Кена Людвига, и потом вы как-то полюбили этого автора и поставили вам «Хатеже», «Примадонна». Почему так понравился вам этот драматург? Просто была потребность в коммерческой пьесе, была потребность в спектакле, что называется, для зрителя. И мне предлагалось большое количество, после «Одолжите тенора», предлагалось большое количество разных авторов коммерческих. Я снова выбрал Кена Людвига, потому что, несмотря на некоторые драматургические недоделки какие-то, есть более лучше сколоченные пьесы, чем «Примадонны». Но фабулы всех этих пьес, комедии, положения, которых от меня так ждали тогда, муж уехал, жена в шкафу, вот это все, вот эти вот вещи, я подумал, что полгода заниматься вот этой вот анекдотом, который неделю ты еще потерпишь, а так вот, конечно, очень трудно. У Кена Людвига при всем этом герои не живут идеями и мыслями переспать с другой, с чужой женой, или там что-то такое, украсть какие-то деньги, там, я не знаю что. Они все равно какие-то... У них более высокие идеи получить миллионы умирающей старушки. Нет, они артисты. Они артисты, это все история про артистов, про то, что погоня за деньгами – это повод для того, чтобы сыграть роли. То есть, ну... То есть, вы в этом коммерческом предложении нашли высокую какую-то идею? Так, как и артисты, которых играют Юрий Чурсин и Дмитрий Дежев, в этой коммерческой необходимости, на самом деле, могли себя творчески реализовать, потому что они, как артисты, были никому не нужны, а здесь они не только получили эти миллионы несчастные, но они сыграли роли, которые никогда бы в жизни никто бы не стал смотреть, их в этих ролях, и никуда бы их не позвали. И даже, мне кажется, нам это удалось. Им так нравится сам момент игры, переодевания, они влюбляются, и они уже не очень понимают, зачем, собственно говоря, они сюда приехали. Так же, как и одолжите тенора, история связана с театром Примадоми, и вот этот вот момент проникновения театра в жизнь, а жизнь в театр, вот это мне было очень интересно. Но тем не менее, я не хочу вас объяснить этим вопросом, вас скорее обижают критики, потому что они ваши спектакли называют, ну, не произведениями искусства, а там продуктом, проектом, коммерческим хитом. Вас это задевает? Нет, не задевает. Меня не задевает, я и не претендую, во-первых, на то, чтобы это называли предметом искусства. Мне просто жаль тех людей, которые называют себя критиками, и которые не являются ими, извините, неправильно я сказал, которые не могут прийти в театр и просто порадоваться. Они считают, что радость – это недостаточный предмет для того, чтобы заниматься им в театре. А мне кажется, достаточно. Почему вы не считаете сами, что это произведение искусства? Сейчас я этого не понимаю. Я сейчас не говорю про то, что это произведение или не произведение искусства, это не мне оценивать. Вы знаете, я скажу так, что я делаю то, что необходимо, что хотят видеть. Вы идете на поводу у публики? Я не иду на поводу у публики, я уважаю публику. Я не презираю ее и думаю о том, мне все равно, как на это будут реагировать. Я, главное, должен самовыразить себя. И я трепишем два в уме, но вы понимаете, что вы меня до конца не поймете. Я хочу вам загадать загадку, ребус. Не хочу. Я знаю, что эти критики, которые написали по поводу Примадонтам или каких-то моих других спектаклей, в частности, по поводу Примадонт. Я-то это знаю точно, что, написав, что это все, конечно, низкий коммерческий продукт, тем не менее, замучили театр звонками для своих учителей, своих детей, для врачей, у которых лечатся эти критики и так далее. Они их зовут не на те спектакли, которым они дают высокие оценки и выдвигают их на премии. Они зовут своих родственников, учителей своих детей, своих врачей и так далее, мужей и жен, на эти спектакли, если у них есть эти мужья. Еще к тому же их добавил перчиков. Ясно. Хорошо, здорово. Но вы, кроме этого, почти 10 лет являетесь педагогом школы-студии МХАТ и преподаете актерское мастерство. Почему Олег Павлович Табаков так поздно предложил вам ставить в МХАТе? Ну, во-первых, Олег Павлович не так давно руководит МХАТом. Тоже верно. А с другой стороны, не было, наверное, никаких оснований. Я вообще, так сказать, знаю много очень достойных людей, которые не ставят в МХАТе, но так сложились, ставят в других театрах. Так сложились обстоятельства. Но Олег Павлович вас нашел после одолжения стенора, да? Заметил, отметил. Ну, он знал меня, безусловно. Он там видел спектакли и откровенные полародные снимки. Знал как артиста, который периодически ставит спектакли. А позвал он меня в качестве режиссера, когда я уже скорее все-таки стал претендовать на роль режиссера, который периодически играет как актер. Ставить на сцене МХАТ очень ответственно. Ответственнее, чем на сцене театра имени Пушкина? Да. Скажите, да. Думаю, что да. Нет, думаю, что да. И даже нисколько не преуменьшаю значение театра Пушкина и в моей собственной судьбе, и вообще. Но в МХАТе это какая-то сцена, которая очень легко тебе... Она тебе не помогает. Да, она тебе не помогает. Слишком много до этого было здесь хорошего и разного. Да, слишком много людей в портретном фойе висит, которые были здесь вот на этой сцене, да, или в зрительном зале, писали, ставили, играли. И, ну что ли, спрос тоже выше, больше, выше, да, с того, что на сцене показывают. И сложнее, мне просто сложнее, потому что в театре Пушкина это же там все мои друзья, учителя и ученики даже уже, да, и все мои очень близкие люди. А здесь мне нужно еще доказать, что верно то, что я прошу, и что нужно это сделать обязательно, то, что я прошу. Но здесь трупа-то молодая сейчас у вас в коньке-горбунке, здесь, наверное, было проще. В Примадоннах тоже, в общем-то, люди вашего возраста и вашего поколения, наверное, тоже были так сложнее. Да, вопрос даже не в том, что... Вопрос не в возрасте, а вопрос в отношении, как бы, к делу. Я предпочитаю работать с людьми, которые могут работать в коллективе, в команде. Я пытаюсь работать коммерческую ли я пьесу ставлю, или некоммерческую пьесу, хотя тоже не очень понимаю, в чем разница, как ты делаешь. Ты в любой спектакле пытаешься сделать одинаково хорошо, максимально хорошо. Я пытаюсь ставить, так вот, любую историю, я пытаюсь ставить ансамблевым, каким-то командным способом. Скажем, там, в финале я прошу вкланяться всегда всех вместе, а не «Звезда» и «Гарнир». Значит, вот я этого не приемлю, и если тебе даже коммерческую пьесу, смешную комедию и положение, или детектив, или я не знаю что, сыграла команда людей, это всегда сильнее воздействует, чем когда ты смотришь на «Звезду» и остальные, да. И в финале должны зрители, на мой взгляд, чувствовать, что звезды все. А вот интересно, вы все время говорите коммерческая и некоммерческая пьеса. Вы некоммерческие пьесы сейчас ставите? А я не понимаю, Шекспир коммерческая или некоммерческая, там, скажем, ну, я не знаю, Селлинджер, которого я тоже ставил, вот коммерческая, некоммерческая. Я не очень понимаю как бы разницу. Но, наверное, есть наиболее, ну, когда можно рассчитать продаваемость этого всего. Но вы рассчитываете, вы задумываетесь, вы беретесь с желанием. Ну, я не думаю о продаваемости, потому что я с этого ничего не имею. Какой кошмар. Режиссеры ничего, никого процента не имеют в нашей стране. Поэтому получают художники, композиторы, художники по костюмам. Как же выжить бедным режиссером в нашей стране? Режиссеры, вот, видимо, надо научиться или писать инсценировки, или шить костюмы. А человек, который все это синициировал, и, собственно говоря, сначала балетмейстеру станцевал все, что он хочет, потом художнику нарисовал каракулями, но, тем не менее, так сказать, который все равно является идеологом всего этого. Главный человек в театре, по сути. Ну, да, да. Ну, к сожалению, никто. Ты, а что я говорю? Великие режиссеры умирают в нищете, потому что не получают никаких авторских. Нет, дело не в этом. Я думаю не о продаваемости, а я думаю о смотрибельности. Хорошо. Можно ли сказать, что на сегодняшний день ваше режиссерское кредо – это радовать, развлекать людей? Это комедия, если так сказать. Или вы сейчас рванете драму в ближайшем будущем? Нет, на сегодняшний день мое кредо – это давать зрителям шанс. Может звучит странно, но достаточно режиссеров и спектаклей, когда шансы зрителю не дают. Ему говорят со сцены – выхода нет, все очень плохо, люди ужасны. То есть, оптимистичный финал? Надежда, которая умирает последней. Ну, то есть, Гамлета вы ставить не будете? Гамлета, если я пойму, как его ставить, так, чтобы люди не хотели повеситься после спектакля «Гамлет», может быть, когда-нибудь поставлю. Вопрос, возвращаясь к Аньку Горбунку, значит, центральный образ этой истории и сказки – образ Ивана Дурака, который просто как, ну, не русская национальная идея, но русский национальный вопрос. У вас здесь был какой подход, какое понимание характера и какой образ вы создавали? Это тоже момент судьбы. Иван особенно не старается, он особенно, что называется, не парится. А есть люди, которые парятся, которые стараются, которые пытаются всеми силами, а у них ничего не получается. Мне кажется, что в этом есть какая-то правильная закономерность. То есть, легче надо быть? Мне кажется, надо проще относиться. Иван идет за судьбой, ему предлагается это, он – да, ну да. Ему говорится там, иди туда, идет туда, ищи там. Да убежал бы давно уже из этого дворца, да еще бы что-то там, да. Почему он выполняет эти приказы или еще что-то, да. Ну, как бы в результате он получает. То есть, какое-то смирение даже. Что это? Какая это черта? Я думаю, что эта черта какая-то непотопляемость, что ли. То есть, я бы сказал так, что если бы Иван ничего этого не получил, он все равно был бы счастлив. Он счастлив и в начале. Его это не изменило. Это не ситуация, когда герой и он изменился. Не изменился. Счастье большое, что рядом с ним оказался такой конек, значит, который выступил в роли менеджера. Продюсера. Продюсера. Ну да, продюсера, его агента и так далее, который его как-то продвигал. Но Иван прекрасен тем, что он самодостаточен. И у него есть как бы творческое начало. Но он не стучится с ним во все двери. Возьмите, вам не нужен голубоглазый блондин, который вот умеет то, 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 то. А он живет просто сам по себе. Вот так живет, живет и как бы. Я вообще хотел сделать спектакль о том, что существует такая отдельно взятая страна или даже отдельно взятая деревня. Абсолютно счастливая деревня, где все живут кое-как, ходят кое-в чем, но они об этом не знают. Им очень нравится ходить кое-в чем и жить кое-как. Они при этом получают удовольствие, они любят друг друга, они ругаются, они живут, они какие-то законы придумывают. Они непонятные, от них шарахаются другие народы и другие деревни. Ну и скоро я перейду на, значит, руйстройка Гоголя. Но смысл мой был все-таки сделать спектакль про чудаков, про лузеров, про неудачников, про людей, которые, будучи не у дел, остаются счастливы и изобретательны. На этой оптимистической ноте мы заканчиваем нашу беседу. Спасибо вам большое. Так, солнце светит, тучек нет, на войну не идти, женюсь сегодня. Пат, слышь, сегодня женюсь. 44-1, не мешай. Ну вот опять я вам, Патя, помешал. Эдак я никогда не женюсь. Играет музыка. Патя, не мешай. Ха!